Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в рубрике «Интервью с блогером» пара, которая проживает, давайте сначала по именам, а потом где проживает. Представляйте. Меня зовут Оля. Андрей. Живем в Южной Дакоте, штат Южная Дакота, город Трэпид-Сити. Живем уже почти три года, больше трех лет. Большой город? Город небольшой, 70 тысяч населения коренного. Под 100 тысяч будет, если округно, наверное, все еще. Так вы, то есть, там всех знаете уже фактически. Ну, ощущение такое иногда создается, куда не пойдешь, везде кого-то встречаешь, кого где-то как-то с кем-то познакомился. Ну, так вы вот что скажите, вы как там оказались-то вообще в Америке как оказались, откуда вы? Ну, в Америке мне уже почти 11 лет, вплоть осенью 11 лет. Выиграли green card и приехали в Америку. Вначале приехали в Мичиган, штат Мичиган, город Нарбор. Жили там сколько? Почти три с половиной года, почти четыре года. А потом из-за моей работы переехали во Флориду, там пожили четыре года. И потом, опять же, из-за работы сюда. Ну, вы уж давайте рассказывайте, что за работа. Ну, я служу в аэрофорс, военно-воздушных силах. Поэтому каждые три-четыре года перебрасываю куда-то. То есть, базы на базу куда-нибудь. Да. Ну, а вы так, принимали участие в каких-то международных операциях? Нет, не принимала. С этим пока повезло. У вас юниформ есть? Да, каждый день в форме на работу хожу. Пешком, что ли, или там у вас автобус? Нет, на машине езжу. Подождите, а… Работа как работа, то есть восемь часов рабочий день, потом едешь домой. Обыкновенная офисная работа. То есть, вы такой, как бы, вольнонаемный персонал, или вы с погонами? Нет, с погонами. Только я не… Погоны у офицеров, я не офицер, я инвестер. Понятно. У нее полоски. У меня полоски. С вами. Хорошо. Так, подождите, детки есть у вас? У нас одна… Один ребенок пока, дочка, девять лет ей. Она уже здесь родилась. Девять лет. Подождите. Значит, давайте мы немножко назад уйдем. Вы откуда сами-то? Из Белоруссии. Я из Минска, Оля из Могилева. Так. Познакомились вы в Белоруссии? В Минске. В Минске, когда я училась в университете, в общем, я там… Последние семь лет до переезда в Америку я жила в Минске, поэтому там и познакомились. Хорошо. Значит, вы там себе познакомились, выиграли гринкарту, поехали в Америку. Как скоро вы оказались в рядах вооруженных сил? Через три года. То есть не то, что вот вы как бы сразу туда стремились. Я знаю людей, которые еще до того, как в Америку приехать, они уже знают, что они пойдут в вооруженные силы. Нет. В общем, случайно оказалось. История такая, что я пошел сначала к рекрутеру. Как-то у меня была одна работа, вторая работа. Ну, как-то так заинтересовался я военной службой. Ну, и опыт же у меня был. У нас все служили где-то, когда… Так, так. Я думаю, а почему бы не попробовать здесь? Было бы даже интересно. Постойте, постойте. Вам лет сколько было на тот момент? Мне было 29 или было 27, когда я к рекрутеру пошел. Нет, мне было 26. Ну, почти. В районе этого. То есть 26, мне было 29. И я пришел к рекрутеру в Air Force, воздушные силы. Они мне говорят, где же ты раньше был, ты уже старый. То есть cut-up, то есть последний срок был 27 лет, когда можно было идти на, как это называется, active duty, то есть на полный… фулл-тайм, на полное время. Вот. То есть 29 лет. Ну, я сказал, хорошо. А у меня женка молодая, да? Нет, я вообще случайно попала. У нас дочка родилась, и я год с ней дома сидела. А до того, как она родилась, я в магазине работала, в море. То есть назад в магазин как-то не хотелось возвращаться. Я начала искать работу. Я пока с ней дома сидела, курсы закончила бухгалтерские здесь, получила сертификат. Ну, у меня вообще образование, я бухгалтер, я экономист в Беларуси, по-белорусски. Ну, и вот начала в этом направлении искать работу. Размещала резюме онлайн. И в один прекрасный день звонит рекрутер мне и говорит, вот, я ношу ваше резюме, и я вижу, что вы хотите что-то связанное с деньгами такое. У нас есть в Air Force позиция открыта такая в финансах. Я говорю, да, ой, интересно. Ну, в общем, сходила к нему навстречу, послушала. А на тот момент мне 26 с половиной лет и как бы по возрасту 27 последнее. То есть либо идти, либо уже навсегда забыть. Ну, так подумали, подумали, вот там, конечно, все это хорошо расписал так. Ну, ладно, попробую. Схожу на один контракт. Бенефитов много, опять же, страховка, образование. Все это, в общем, много положительного. Думаю, работа в финансах, опять же, опыт уже будет американский какой-то. Ну, в общем, и решила сходить на 4 года. В общем, работа в финансах у меня не получилась. Потому что там система такая. Выбираешь 5 работ, по которым, ну, там вообще тест в начале сдается. И потом от результатов теста зависит, какие работы тебе вообще подходят. И из этого списка, который они дают, можно выбрать 5. И они уже тебе одну из этих работ дадут. Ну, я финансы на первое место поставила там. Потом две работы и supply было. Ну, что-то поставки какие-то. Опять что-то с этим связано. Ну, и остальное было все медицинское. С медициной я вообще не хочу связываться. Ну, как-то не мое, я чувствую. Вот. И на последнее место поставила есть такая работа services. Это работаешь в гостинице. Они там перемещают тебя. Гостиница, фитнес, тренажерные залы и столовая военная. Ну, вот эта работа мне и досталась. Как обслуживающая сфера. Как обслуживающая сфера, да. У меня были девчонки, учились, две даже, если, может, ты даже больше не помню. Две точно. Которых вот так завербовали вольнонаемными. Они работали на американских военных базах в Ираке, в Афганистане. Вот как раз вот по этой части, там, в столовых, там, в клубах и так далее. То есть, они были гражданские. Гражданские, да. Гражданские. Они из Киргизии сами были. И вот их там, значит, наняли. Ну, интересно, да. То есть, вот вы по этой части. То есть, вы не ходите там с парабеловым на левом боку? Не ходите. Вообще специалисты. Понятно. Так, хорошо. Значит, то есть, военный характер этого в чем сказывается? То есть, вы могли бы с тем же успехом, скажем, тоже делать в гражданском чем-то? А вот в чем специфика военного? Ну, во-первых, работаешь на базе с военными. Во-вторых, в форуме ходишь. И, как бы, есть устав, если это по-русски так перевести можно. То есть, подчинение, разные ранги, вот это вот все. То есть, надо козырять, надо? Если гражданский тебе нравится, ну да, офицеров нужно. Если гражданский тебе не нравится, дверью хлопнул, вблился, здесь до конца как-то нужно. А у них есть там вот, где вы там, есть у них плац? Ну, мы не маршируем. Учения, бывает, проводятся. Тогда, да. Но вот так вот не маршируем. Нет, это только в учебке первые несколько месяцев. Ну, хорошо, ладно. То есть, вы не то, что должны на плацу бегом, там, вот у вас нет таких... Нет, такого нет. Ну, хорошо. Я головой теваю, как будто я все это знаю. Но, честно говоря, это все открыто, и когда живешь на базе, ты все это видишь, то есть, все как бы в одну кучу. Нет такого разделения, как у нас. Если это военная часть, то все уже там только военное. То есть, это как-то перемешано кучей. Я тоже работал на базе, когда мы жили во Флориде, на гражданской стороне, я работал... Кстати, когда Оля была в сервисе, в обслуживании, работала в гостинице, то я в этой же гостинице работал сначала maintenance worker, то есть, ходишь по зданиям, там все чинишь, и потом даже дорос до супервайзера. Ну, а потом нам пришлось переезжать. То есть, вот так вот военные перемешаны с гражданскими. Интересная такая обстановка, в принципе. Ну, естественно, у военных, они отвечают своим начальникам, то есть, у них есть вот эта вот структура, а у гражданских уже как бы это все размыто. То есть, ты, конечно, начальников своих знаешь, но отношения уже не так... Ну, вот как бы по характеру службы. То есть, вас могут в какой-то момент там в Ирак куда-нибудь метнуть или там... Да, но не в какой-то момент, а есть как бы расписание. То есть, это зависит еще от работы. Некоторых дипломент, это называется дипломент, некоторых дипломент чаще, некоторых реже в зависимости от того, там, ну, сколько людей и вообще график есть. То есть, вот на той работе, на которой я сейчас, график такой, что могут отправить на 6 месяцев, потом год тебя не трогают. Потом, твоя очередь, как бы твое окно опять открывается. Но, если ты не нужен, тебя не отправляют. Ждешь, пока следующее окно откроется. То есть, я вот в этом августе будет 8 лет, я ни разу нигде не был. То есть, у меня как-то... А может, вы знаете какую-нибудь военную тайну? Знаю. Правда? То есть, вроде так, у вас работа такая безобидная. Нет, ну, сейчас у меня другая работа немножко. А, какая? В общем, я же не хотела оставаться на этой работе. Как бы не мое это все-таки. И потом, по истечении трех лет, можно поменять работу, если тебя одобрят. Вот, я подала на смену работы, меня одобрили, вот, и поменяла работу. То есть, уже последние три с половиной года у меня уже другая работа. Там больше... В общем, сижу за компьютером, зрение теряю теперь. Вот. То есть, вы теперь аналитическую какую-то работу выполняете? Что-то в этом роде, да. Там компьютер-бумажки. Много PowerPoint. Это секретное то, что вы сейчас делаете, или это не так секрет? Секретное. Все, тогда не будем. Секрет он для того и секрет, чтобы держать. А муж знает? Нет, не знает. Никто не знает. Но так, она вроде довольная, смотри, да? Такая лучица, можно сказать. Ну, служить мне нравится. То есть, у меня сейчас второй контракт заканчивается. То есть, я его переподписала. Вот. Ну, есть некоторые, которые уже хочется... Просто, например, те же переезды, уже как бы надоело переезжать. Сколько раз уже. Мы за последние десять лет вот десять раз переезжали. Ну, это... Ну, это... Это не из штата штата. Ну, вообще как бы. Это с учетом... Да, из одного здания в другое здание. Потому что в некоторых городах... Мы во всех городах, где жили, переезжали несколько раз. Что на базе жили, то мне база как-то вот так получалась. На ребенке как-то это сказывается, вот переезды? Ну, вот и из-за нее тоже. Сейчас ей девять лет. Пока она маленькая была. Еще ничего. А сейчас у нее друзья появляются. И как бы... И оставлять друзей. И школы менять. Это тоже тяжело. А девочка порой тебе говорит или не теряет язык? Говорит. Говорит. Она понимает. Говорит. Ну, хуже, чем по-английски, конечно. Но говорит. Ей очень сложно. Ей очень сложно. Потому что дома-то мы говорим на бытовом русском. То есть темы не удаемся. А так она все время... То раньше в садике была, сейчас в школе. Потом после школы идет как в продленку. Там она везде общается с американцами. Ну да. Да. С нами только дома и таких... Слушайте, так а блог-то ваш? Вы там не ходите вокруг военной техники? Вот этим мы там... Не пошел. У нас блог о жизни. То есть на базе вы не снимаете? Нет, на базе не снимаем. Угу. Так а как вы пришли к блогу? Ну, вообще началось... Сколько у нас блог? На ютюбе канал у меня зарегистрирован в 2010 году. Но я его зарегистрировала, потому что у меня в ЖЖ был... Ну, в живом журнале. Там писал, в основном, когда дочка родилась или пока родители, родственники были еще в Белоруссии, то вывешивали просто видео и ее снимали. И чтобы туда поместить, нужно было помещать в ютюб. Угу. То есть вот так вот как-то началось. А вот именно блог... У нас два года, по-моему, блогу. Ну, тоже... Два года-то. Просто как-то начали снимать. Сначала было что-то такое более творческое. Там снимала природу, музыку вставляла какую-то. Вот. А потом монтировать нравилось. Вот. А потом начали просто рассказывать о нашей жизни здесь. Люди стали задавать вопросы, начали отвечать. Где-то кто-то увидел красивые листики, спросили, откуда листики. И начали спрашивать, задавать вопросы. Они стали отвечать. И как-то... Ну, в основном Оля, конечно. Я там иногда появляюсь. Да, Андрей присоединился в последние шесть месяцев где-то. Да. А это вот тут повышенная радиация и листья красивее. Да. Слушайте, а народу много у вас подписчиков? Подписчиков. Ну, сейчас 33 тысячи. Ну, я так думаю, там очень много детей. Потому что вот у нас несколько видео я там с игрушками сняла в магазине. Игрушек с Полиной. И как-то прибавляться подписчики начали тогда, когда вот после этих видео в основном. Там Полина, да, очень много детей. Интересно. Слушайте, а вам не говорят, что вы родину предали? Да, говорят. Да. Что же без этого вот? Ну, а вы чего? А вы чего? Мы никому не предавали. А мне так интересно, мне вообще никто ничего не говорит. Потому что Оля просматривает все комментарии и сразу удаляет все, которые не проходят ее цензуру. Я подхожу к компьютеру и вижу только то, что уже прошла цензура. То есть я даже и не знаю, что нас там кто-то в чем-то обвиняет. Ну, вообще редко. Сейчас редко. Бывает, конечно, встречается. Ну, а что на такое скажешь? Удаляю и все. Или говорю, ну, думайте, если так, если хотите. У меня есть сериал такой, там пять видео. Парень из Беларуси. Парень из Беларуси. И вот он в американской армии ослужил вертолетчиком. Вертолетчиком. Вы знаете что? Его брали на техническое обслуживание. Да, на техническое обслуживание. А потом он оказался в компьютерном каком-то деле. Так его там на месте уже перевели. А он тяготел к авиации, думал потом в НАСА будет работать. Вот, у нас тут он рядом живет. А сейчас в ЭПЛи работают. В ЭПЛи тяжело попасть. Да, тут интересно, что судьбы людей меняются коренным образом. И никто по этому поводу особо не переживает. Потому что все это очень легко делается. Ты про что? Здесь. Я про Америку вообще, в общем. Что в любой момент можно сказать, а пойду я другим путем. Развернулся и пошел. Никто у тебя на пути не стоит. Да, никто не мешает быть тем, кем ты хочешь быть. Я вот когда сертификат бухгалтера получала, это еще сколько? Восемь лет назад было или девять. У нас в классе был человек, ему 65 лет было. Он тоже решил получить бухгалтерское образование. Я когда… Такой хороший пример. Я когда ходил в комьюнити колледж в Энерборе, у нас пришла бабушка 80… точно цифру не знаю, но то ли 85, то ли 89 лет. Такой божий одуванчик пришла, и она хотела брать курсы tapping, то есть печатать на клавиатуре. Машинопись, да. Машинопись, да. Да. Ну уже не машинопись, а на компьютер. Кейбординг. Кейбординг, да. Вот и все. И так все вокруг нее ходили, интересовались как и что. Она говорит, а мне просто скучно дома сидеть. И вот она взяла классы в комьюнити колледже и приходила, сидела на каждом уроке и пыталась разобраться в компьютере, в клавиатуре. У меня еще знакомая за 17 долларов в симметр в пассейн ходит в симметр. В пассейн ходит в симметр. Взяла класс по плаванию. Взяла класс по плаванию. Учится плавать всегда. И вот таких примеров вокруг просто уйма. Ну хорошо, а вот вы как-то еще сравниваете с тем, как раньше жили? Или вы уже настолько забыли это все, что нет сравнения? Уже сложно. И вы где-то говорили, что какое-то время здесь прожил, уже сложно сравнивать, потому что там тоже все меняется. И мы, если мы сравниваем что-то иногда, то сравниваем с тем, как было, когда мы там жили. Здесь 10 лет назад. 10 лет назад уже, естественно, я надеюсь, что все там уже поменялось. Ну не сильно. Вообще, судя по рассказам моих родителей, которые как бы с нами здесь живут, я на воссоединение подала. Отлично. Ну они каждое лето туда ездят, то есть лето там на даче проводят. Так что после того, как они приезжают и рассказывают, такое впечатление, что там не очень сильно все поменялось. Ну я про Беларусь говорю. То есть, в Беларуси все как-то видят. Они тоже, может быть, уже смотрят сравнение и, может быть, то, что они видят, может быть, тоже искажено, потому что они уже какое-то время провели здесь. Есть хорошая фраза, мне нравится, что каждый год все меняется, а за 100 лет ничего не изменилось. Да. Мы стараемся не сравнивать. Слушайте, а какая-то есть русская жизнь там? Русский магазин? Русский магазин? Нет. Был как-то. Один раз открылся, второй раз открылся, но оба раза его закрыли по каким-то причинам. Ну и как-то так нам с этим не повезло здесь. Когда мы жили в Мичигане. В Мичигане большая. Да, там очень большая комьюнити, там был даже не один русский магазин. Когда мы жили во Флориде. Там магазина не было, но мы как бы общались, у нас было русское общение. Познакомились, опять же, через детей, можно сказать. У нас дочка на гимнастику тогда ходила, там сначала с одной девушкой познакомились, и потом как-то так переросло в группу, в групповое общение. Через песочник. Да. А здесь как-то мы пару человек встретили. Одна девушка, знаем, в банке работает, случайно с ней познакомились. Одна здесь в буфете была, тоже встретили. Одну женщину недавно встретили просто в городе. Сидели там в ресторане, ну, на улице под открытым небом. И тут она поворачивается, ой, а вы по-русски говорите. Она, кажется, здесь в нашем городе 17 лет уже живет. Ну, то есть люди здесь есть, но вот как-то такого общения у нас нет. То есть вот так вот периодически встречаются. Да. Никакой комьюнити мы здесь пока не влились. А вот из тех мест, где вы бывали, есть, может быть, куда бы хотелось поехать и там жить? В Колорадо, Техас, Калифорнию. В Колорадо. У нас мечта в Колорадо когда-нибудь. Отсюда, в принципе, недалеко. Это 7 часов езды на машине до Денвера отсюда. Вот. Когда-нибудь. Там нам природа нравится. Рукой. Рукой. Да. Один раз мы даже скатались и приценились. К апартментам. У нас была такая задача. Не знаю, чего мы туда поехали, я уже не помню. Но вот мы были в Колорадо, в Колорадо Спрингс. И мы проехались и там, и там. В хороших районах, тех, в которых бы мы хотели жить, приценились к домам, к апартментам. Было очень интересно. Давно? Давно. По-моему, два года назад было, да. Или полтора. Где-то так, да. Ну, да. Ну, там, где хотелось бы жить, там еще пока дороговато, наверное, будет. Особенно учитывая, что если туда переезжать, то нужно работу искать. Еще неизвестно как и что вообще с работой будет. Вот. И единственное, что мне понравилось вот в таких районах, дома очень близко друг к другу стоят. То есть это хорошие районы, хорошая школа. Ну, почти все куки-каттеры. Это я про Колорадо Спрингс говорю. Так дорогая, дорогая, земля дорогая. Ну да, но они прямо как окна в окна. Все-таки простора больше хочется. А если смотреть где-то подальше от вот этого, от всего, то тогда там минимум час, наверное, на работу придется добираться. То есть пока думаем. Ну, Колорадо Спрингс не такое место, где именно много работы. Денвер в этом смысле намного интереснее. Ну да, хотелось бы уже где-то между. Болдер Крик. То есть мы большие города не любим, трафик и все такое. Поэтому как бы смотрели на Колорадо Спрингс, он все-таки поменьше. Так, а план так по жизни какой? Вот вы сейчас в армии служите. Вы хотите там уже просто выйти на военную пенсию или вы еще там срок другой куда-то дальше? Ну, вообще пока вот я думаю в ближайшее время попробовать уходить с Active Duty идти в ГАРД или в Резерв. Потому что вот надоело уже переезжать, хочется осесть. И пока нам здесь нравится. Думаю, вот пока дочка школу не закончит, это сколько еще лет? 7, наверное, или 8. Пожить здесь, а вот потом уже смотреть, наверное, на Колорадо. А еще девочек? А? Еще деток. Не знаю. Посмотрим. Подумаем. Там военнослужащим не ограничивают? Нет. То есть можно так вот, детка растет, там служба идет. Да. Есть, конечно, свои минусы в этом плане. Потому что через 6 недель нужно уже выходить на работу. То есть это уже и не уйдешь. То есть если ты на обычной работе… А я извиняюсь, как же маминым молочком кормить? Ну, сцеживаться. Вот так вот. Это как бы минус. Но хочется лялю-то еще? Ну да. Да. Вообще там хорошее место деток растить? Вот там, где вы… Да. Вот этот город очень хороший. Тихий, спокойный. Много всего для детей. Ну там, про площадки, бассейны. Вот это вот. Здесь хорошо. Главное, что комьюнити… Извините, перебил вас. Комьюнити здесь тихо и спокойно, как Оля уже сказала. И даже когда мы жили во Флориде, ну и общались с военными семьями. И кто жил здесь, все очень рекламировали именно в Трапид Сити, потому что здесь… Смотри. Природа красивая, отвлекаюсь. Ага. В окошко смотрят. Люди говорили, что здесь очень хорошо семьи с детьми. Очень, очень так… Все направлено на детей. Школы хорошие. Ну, не все, но есть. Есть хорошие школы, да. А снег есть зимой? Зимой снег есть. И тогда по крышу. Ну, редко. Ну, опять же, здесь не так, как… Там кто-то у вас не ходит. А, ну, это… Дочка и к ней подружка пришла, а не там. А, окей. Сейчас мы так в тени там… Да. Наплавались уже. Вот ощущение безопасности есть, да? Что вот живешь… Да, да. Вот это я как раз и искал. И чего в большинстве, наверное, больших городов не ощущаешь вот такой постоянной безопасности здесь. Здесь практически ничего не происходит. И в этом плане… Ну, а для зеноких, в смысле молодых, здесь, наверное, скучно будет. Вы объясните мне такую вещь. Вот я понимаю, что когда ты в армии, особенно в армии, то твой английский не такой, как в компьютерной компании работает. Ты должен понимать разных людей с разным уровнем образования, из совершенно разных географических мест. То есть там все акценты. То есть надо таки да, хорошо владеть языком. Ну да. И у вас откуда это взялось-то? Ну, откуда я вообще английский знаю? Ну, конечно. Ну, как это получилось? Вас же не взяли с английским там «моя, твоя не понимает». Вы же что-то знали уже? Ну, почти так. Ну, я английский еще учила, у меня был профильный английский. Я в лицее училась, когда последние три года школа. Ну, как-то лицей был. С 9 по 10, 11 класс. Потом в университете первых два курса был английский. Ну, знаете, за это время я благополучно как бы его забыла. Потому что у нас там был такой не очень. Ну, как мы все, так. Ну, да. Потом я по G1 сюда приезжала на лето, когда была после четвертого курса. Work and travel. Работала. Не work and travel, а был camp USA или что-то такое. То есть я в лагере работала. Да. Тогда немножко подтянула. Ну, а потом мы уже выиграли green card, приехали сюда. Сколько? Полтора года здесь пожили до того, как дочка родилась. Опять английский немного пошел вверх у меня. Вот. Потом дочка родилась, я с ней год просидела дома. И опять его забыла. И потом пошла служить. И можно сказать, вот на тренинге, когда вот первые несколько месяцев. Вот у меня реально первых 10 дней у меня реально болела голова. Потому что это сразу нужно было все понимать. Все вот это переваривать. Как бы очень большая нагрузка была. А у меня английский был, ну, я бы сказала так, 50 на 50. Что-то понимала, о чем-то догадывалась. Говорить почти вообще не могла. То есть там вот так вот как бы тебя в воду бросили. А не было тренинг? Не было тестов каких-то на английский? Вот когда вас брали? Ну, вообще, чтобы идти, сначала нужно сдавать тест. Дело в том, что я читать и писать я могла. И я понимала. Ну, вот на слух у меня проблема была. И говорить, и понимать на слух. То есть тест-то я сдала. Он письменный. В принципе, неплохо сдала. Вот. А вот потом, когда нужно уже было там, ну, слава богу, там особо разговаривать не надо было. Огонь! Говорит, да не по своим. Да как? Ну, что? Моя, твоя. Окей. Ну, и потом постепенно сложнее всего было, когда уже потом тренинг этот вот прошла базовый. Когда я уже пришла на первую базу уже, когда направили. В гостинице по телефону нужно было говорить. Ну, вообще, телефон еще не самое сложное было. Было по рации. То есть, иногда тебе по рации что-то передают. А также и шумы, и акценты разные еще тоже у обслуживающего персонала. То есть, ну, вот как-то постепенно потом начало улучшаться. То есть, вы можете... Хотя у меня акцент до сих пор страшный. Вот Андрей намного лучше говорит, и у него акцент меньше. Я рот открою, и сразу спрашивают, откуда ты? У меня бывают хорошие... Ну, иногда не спрашивают. У меня бывают хорошие дни, что даже народ не подозревает, что я какой-то не такой. У него есть музыкальный слух. У меня теория, что у тех людей, у кого музыкальный слух, они могут как бы избавиться от акцента при желании. Потому что они слышат, они могут произнести так, как нужно. У меня слуха совершенно нет. Поэтому я вроде как знаю, как оно должно произноситься, а вот не могу просто произнести так. Я тоже так думал раньше. Но тут я смотрел... Знаете, Голос есть такая программа, там конкурс такой. Да. И там сидел в жюри Александр Градский. И девочка выступала, ну, афро, не знаю кто, русская, американская. В общем, короче, вот там была девочка. Значит, африканочка. И он начал с ней по-английски разговаривать. И я как бы совершенно обожествляя его как музыкант, это вообще что-то вверх всего. И вдруг он начал говорить с таким тяжелейшим прононсом, что я никак не мог, у меня не укладывалось в голове, как музыкальный человек может настолько не слышать. Поэтому... Может, он просто не старался. Я даже, если буду стараться, у меня все равно не такое не получается. То есть у меня все равно акцент. А когда волнуюсь, он у меня еще усиливается. Сейчас у меня работа связана с тем, что иногда приходится перед большой группой людей выступать. То есть нам что-то рассказывать. В общем, все говорят, ладно, мы тебя понимаем, мы уже привыкли. Если не знакомая группа, тогда хуже, конечно. Потому что волнуешься, и тогда у меня акцент усиливается. Я говорю, я вообще понятна, понимаете, что я говорю? С кем легче разговаривать? Как бы с чистым американцем или с иммигрантом, который сам говорит не очень? С кем вам легче поговорить? С американцем, конечно. Я вот такое подметил, что иммигранты, выходцы из других стран, понимают друг друга лучше. Я бы не сказала то же самое про китайцев. То есть их понять сложно. Еще со школой, когда я ходил в community college, я посещал English as a second language, то есть английский как второй язык. И там даже сами учителя говорили, что вы это заметите, что вы будете друг друга понимать лучше, чем будете понимать людей вокруг вас, и люди за стенами этой школы будут понимать вас. И действительно, вот я влился, когда у меня английский был нулевой. Я прошел среднюю школу, потом ПТУ, ПТУ я даже как-то почти до отличника дотянул по английскому. Мне там твердую четверку ставили, а в школе я даже на тройку еле вытянул, мне так ее с глаза поставили, потому что я вообще был не бум-бум в английском. Я был из военной семьи, и так получилось, что мы переезжали, я менял школы. Я начал учить испанский язык до четвертого, в смысле в четвертом классе начал учить испанский язык. Мы переехали, и там выбор был между немецким и английским. Меня определили в английский класс. Естественно, я азы упустил, и очень сложно, особенно в наших школах чего-то догнать. Так я его и не догнал до выпуска в девятом классе, потом пошел в ПТУ, и там что-то уже сам начал немножко пытаться. Я говорю, дотянул до твердой четверки, но это по уровню ПТУ. Все знают, какой уровень ПТУ. Ну и потом перед отъездом сюда я ходил на быстрые такие курсы подготовительные, которые в итоге… Я сказал, Оля, давай лучше ты, у тебя хоть какая-то есть возможность чего-то там на этих курсах понять. То есть приехал сюда полный ноль, полный ноль. И вот когда я пошел на эти курсы английского языка, все преподаватели, естественно, американцы. И я очень боялся. Я думал, как это, вот я вот пойду в школу, а там все говорят по-английски. И еще перед тем, как идешь, тебя определяют в определенный класс, ты проходишь кампус… Тест уровень. Тест уровень. Тест уровень, да. И меня определили на какой-то… я уже точно не помню, как эти уровни распределяются, но меня определили на какой-то там третий уровень. Хотя я, я думаю, я даже до первого не дотяну. То есть, хотя я не читать, не писать толком не умел и не умею. Ну вот прошел этот, прошел этот тест, удивительно хорошо, и меня на этот третий уровень посадили. Я захожу в класс, и там со мной начинают обращаться даже те же ученики, которые вот на этом третьем уровне. Я ничего не понимаю. Ну где-то за недели две, наверное, я втянулся. И естественно, как я уже говорил, было очень легко общаться между учениками. Так что на пальцах. Да, все вот так вот на интонациях и пальцах тебе объясняют. И даже если преподаватель, она видит, что ты ничего не понимаешь, смотришь на нее так стеклянными глазами, она сразу обращается к классу и говорит, так, ребята, ну-ка соберитесь в кучку и объясните им, потому что он не понимает. И вот мы все прошли через это объяснение на пальцах и каким-то очень простым языком друг к другу. И до сих пор, если я где-то когда-то встречаю выходцев из других стран, нам очень легко общаться. И я замечаю, что если вот кто-то из них начинает говорить, допустим, где-то в ресторане с официантом, официант не понимает. А я понимаю все, потому что мы все как бы через это прошли. То есть моя теория, что мы друг друга должны и понимаем намного лучше, чем американцев и американцы нас. не знаю. Вы мне напомнили анекдот такой на всех русских форумах иммиграционных. Он значит красной нитью там что-то. Мальчик жестами объяснил, что его зовут Хуан. И мы как-то были на семинаре там по успехам. И там была женщина, она была сама из Румынии. Но давно уже в Америке, в Канаде точнее она жила. Но так у нее акцент такой был. И в основном американцы там были. И значит она рассказывала свою историю. И в конце она говорит, что вы должны позволить успеху к вам прийти. Да, то есть она говорит, you have to let success come to you. Но когда она говорила success, она говорила success. Sexes. Sexes. You have to let success to come to your life. Sexes. И никто не мог понять. И я тоже не мог на самом деле. Света моя рядом сидела. Она говорит, success. Надо в этом повариться, конечно. Есть такая проблема. Есть такая проблема. Иногда американцы, с которыми я работаю или общаюсь, смеются над моим акцентом. Потому что, во-первых, как говорится, век живи, век учись. И каждый день я иду на работу, каждый день я с кем-то общаюсь, я учусь. Каждый день встречаются какие-то новые слова, новые выражения. И просто-напросто надо открыть себя этому. И не стесняться спрашивать или переспрашивать. А сленг – это вообще отдельная история. Так я вот к этому ушел, что сленг… Даже наш преподаватель английского в этих классах ESL, она у нас преподавала conversation pronunciation. Очень такая хорошая преподаватель. Она, допустим, два семестра у нас учила, учила, учила. Как строить… Conversations. Как это… Предложение… Нет, нет. Как строить… Беседу, да. Беседы. Все вот это учила нас английскому. А потом по окончании двух семестра говорит, так, сегодня я хочу, чтобы вы забыли все, чему я вас учила. Я буду учить… Я буду учить… Это ее слова. Я буду учить вас, как мы, ленивые американцы, говорим. И она начала учить нас сленгу. Но сленгу не… Какими-то там грязным словам и фразам. А именно сленгу английскому языку. Разговорному. Разговорному сленгу. Все вот эти сокращения. I gotta go. И все вот такое. Где они комбинируют несколько слов. Они не по правилам говорят. Если ты будешь учить правила, как тебя педагоги в школе учат, так никто не говорит. Даже вопросительное предложение, которое, казалось бы, должно в определенном порядке и так далее, они не соблюдают этот порядок. Они могут интонационно, как угодно. Совершенно не обязательно, чтобы они строили грамматически правильно фразы. Этого нет. И вот многие американцы сами признавались в том, что, особенно после того, как я прошел через этот класс, и нас научили, как говорить правильно. В смысле, правильно? Ну, правильно. Нет, не сленг, а именно нас учили говорить правильно до того, как начали учить сленг. Вот. И я помню такой период был, когда американцы слушали меня и потом говорили, да не переживай, мы сами так говорить не умеем, как ты говоришь. Вот сейчас, конечно, я уже перемешался, и мы жили в трех разных штатах, и везде есть свои акценты, и разные ненациональности. Ну, люди говорят по-разному. Да. Если сравнивать особенно север и юг, вот мы жили на Севере, потом уехали на юг, сейчас опять живем на северо-западе. Вот. То есть люди везде говорят по-разному. И ко всему этому надо привыкать. И... Знаете, я что-то вспомнил, пока вас слушал. У меня есть старший брат, он учился на мехмате МГУ, математику. И после первого курса их послали в стройотряд, как положено. А в то время было много вьетнамцев в СССР, студентов. И, соответственно, там было много вьетнамцев и в стройотряде. И там у них был какой-то, значит, там русский парень, бригадир. И вот он там, человек 15-ти вьетнамцев, он их там как-то строил, организовал. И он набрался много вьетнамских слов. И команды все подавал, значит, по-вьетнамски. И ему ребята говорят, слушай, а как ты? Вот это вот. Он говорит, много не надо. Вот буквально 25-30 матерных слов. Таких, которые ругательные. И дальше вот ты только пользуешься. И они... Да, а он любопытный был. Он пошел к вьетнамцам. И говорит, вот как он по-вьетнамски? Как настоящий вьетнамец, говорит. Так что на курсах не научат педагоги. Ну что же, я просто пытаюсь, знаете что? Я пытаюсь, вот слушая вас, какую-то поучительную такую мысль для новичков. И получается, что вы такие нетипичные новички. Вы, как бы сказать, такие армейские. Это тоже линия. Она не массовая, но она есть. То есть у вас были проблемы там, я не знаю, найти людей на форумах, куда поехать, где чемодан оставить там? Ну вот. А, но в самом начале? Да. У нас это как бы обошло, потому что моя тетя с дядей, они выиграли грин карту за два года до нас. Поэтому мы уже знали, что мы как бы едем. Почему мы поехали в Энарбор-Мичеллен? Потому что они там жили. Семейственность. Первые три недели мы жили у них. Но уже через три недели мы были полностью на своих хлебах. Уже была и машина, счет в банке, и апартмент, и работа. То есть три недели мы только. Ну, вы эти три недели не перессорились на всю жизнь-то? Да нет. А то некоторые, знаете, через неделю уже на всю жизнь все. Ну, вообще через две недели уже хотелось съехать. Пойдем через две недели. Как не мешаться просто. Потому что они нам очень сильно помогли, но у них же своя жизнь. У них дети и все. И мы с ними жили, просто хотелось уже оттуда съехать, чтобы не мешать. И как-то все пошло. Когда вы ехали в Америку, не пытаясь оценить сейчас, насколько это было все разумно, но у вас была какая-то мечта? Вот поеду в Америку и там. Что-то такое. Не знаю, сейчас уже не вспомню. Да нет, просто хотелось как-то. Было такое вот ощущение, что хочется попробовать чего-то нового просто. Не сидеть на одном месте. Беларусь маленькая страна. То есть я из Могилева переехала в Минск, и уже все, дальше там никуда не переедешь. То есть либо уже оставаться, а хотелось все-таки, земля-то большая, посмотреть еще мир. Сейчас мечта есть какая-нибудь? Сейчас у нас есть мечта. Не знаю, жизнь как жизнь. Есть идеи. Мечты как таковой, наверное, нету. Не знаю. Как-то не задумывались. Хорошо. Давайте так, в том месте, где вы живете, небольшой городок, военная база, у вас страховки хорошие, армейские, может быть госпиталь военный. Да, вы можете ходить. Я не знаю. В госпиталь. Прикреплены. Ну, допустим. Уровень медицины. Вот если нужно действительно что-то нормально или думаешь, эх, черт возьми, жила бы в Чикаго, было бы лучше с врачами. Ну, уровень медицины. Ну, уровень медицины. Если так вот что-то такое бытовое, как бы, ну, каждодневное, то нормально. Но вот если как что-то серьезное случается, там, я не знаю, если операция на сердце, не дай бог, или еще что-то, ну, что-нибудь такое серьезное, то отправляют в Денвер. То есть на вертолете в Денвер. В Денвер ближайший. Да, ближайший. Потому что здесь все-таки госпиталь, он нормальный госпиталь. Региональный. Региональный, да. В школах ребенок, он в безопасности, там нет того, чтобы дразнили, обижали. Здесь нет. Что-то, нет? Расовое, национальное, этническое, религиозное, вот какая-то напряженность в чем-то. Дело в том, что здесь, я вот точную цифру не помню, но, по-моему, почти 90% белого населения. То есть здесь, но все остальные в основном за счет военных. все остальные расы. Есть индейцы. То есть они как местные. Из Индии народ? Нет, индейцы. Не индейцы, индейцы. А, окей. Как мы их называем, местные. Местные. Здесь местные, да. Я думаю, уже из Индии народ в армии служит там. А там вот как-то большого разброса по национальности здесь особо нет. Поэтому во Флориде было больше. То есть там, да. Но мирно существует. Да, здесь все хорошо как-то. В этом плане хорошо. А вот люди, которые служат в армии, вот вы там с ними общаетесь. У них нет такой линии в сознании, что вот может быть нам не надо вмешиваться сильно там, помогать кому-то и вообще какие-то операции проводить за рубежом. В конце концов, какое наше дело. Хотят там друг друга перерезать. Пусть перережут. Ну, у каждого как бы свое мнение на эту тему есть. Но есть такая вещь, как приказ. То есть, по идее, приказы не обсуждаются. То есть, раз ты служишь, если тебе приказали, то ты как бы идешь. У тебя может быть свое мнение по этому поводу, но ты все равно должен следовать приказу. А вот, допустим, история со Сноуденом. То есть, вроде человек присягу давал, там работал фактически в разведподразделении. Дальше это входит в конфликт с его совестью. И он, значит, там... Ну, вот то, что он сделал. Вот с точки зрения людей, которые там у вас... Я понимаю, что мнения могут разделиться. Но они считают, что вот как правильно надо было. Они как-то это не обсуждают особо. То есть, если кто-то что-то и думает, то про это не говорят. Про себя, да. Хорошо. А вот паренек, который в Афганистане служил, я не помню там, как его зовут. Совсем сопливый там был. И он чего-то там на викиликс вывесил. Это я про это даже не сказала. Его вычислили, арестовали, посадили. Я даже не знаю. Ну, хорошо. То есть, вот это вот ваши приказы не обсуждаются и так далее. Есть люди, которые так не чувствуют они. То есть, они вроде бы и присягу дают, и в армии служат, и ощущение, что не обсуждаются, и вот у них нет. Ну, то есть, могут обсуждать, конечно, мы недовольные бывают. То есть, вот, зачем они это делают и все такое. Но все равно идут, как бы, и делают. Если ты решаешь идти против этого, то ты, как бы, будешь иметь проблемы с законом. Потому что ты описывал бумагу. Да. На то она и присяга. Да. Я еще хотел уточнить. Может быть, вас ввели в заблуждение, потому что я не военный. Я понимаю. Ну да. Что же я... Вы же уже сказали. Я даже с одного раза понимаю. Обычно. Да, конечно. Бывает, конечно, что и два. Я хотел спросить. Мой поход к рекрутеру, не это ли тебя подтолкнуло на то, что ты ответила своему рекрутеру и прошло? Да я уже не помню. Это же восемь лет назад было. Да нет, я подтолкнула то, что он предложил работу в финансах. Я как бы историю начал со своего рассказа о походе, а потом так и как-то не закончил. Я вел к тому, что вот... Подпихнул я, наверное, Олю. Вот за эти годы, что вы в Америке живете все-таки... 11 лет вы сказали, да, или сколько? Осенью будет 11. 11 лет. У вас нет ощущения, что вы как бы две жизни прожили? Одну там, а другую здесь, и они как бы это не совсем были вы вот там раньше, а как-то вот где-то так оно разделилось? Может быть, если бы мы немного попозже уехали, было бы такое. Мы уехали, мне было 24, Андрею было 26. То есть там у нас жизнь как бы... Я только университет закончила, год успела поработать. Еще особо жизнь не началась. Там мы ничего не добились, ничего у нас не было. То есть мы взяли, приехали сюда, и здесь уже как бы с нуля начинались. А как вы познакомились-то? Откуда вы знаете этого друга? Это вообще через его друга. Как кто-то говорит, God bless интернет. Всему виной был интернет. Если бы не было интернета, тогда я не познакомилась. Ну я по интернету познакомилась с его другом. Мы там переписывались, потом в конце концов решили встретиться, ну лично познакомиться. А мне страшно было, думаю, мало ли кто-то придет до встречи еще. А он такой, ну друг его, говорит, давай я возьму своего друга с девушкой и на пикник поедем. Ну что-то не страшно было. В общем, там на пикнике и встретились. То есть мне он больше понравился, чем его друг. Так и получилось. Но если бы не было интернета, никогда бы не встретились. Вот, значит, ваш брак – это продукт технологий. Да. А жили там, мы жили там буквально в двух километрах друг от друга. Она жила в общежитии, а я жил там. В университете еще чего-то. Ну вот вы его увидели и все. И оно прямо раз и все. Ну, можно сказать, и так, да. А он как? Долго сомневался? Да и он тоже. Нет, я вообще не сомневался. Но дело было в том, что это было лето уже, июнь месяц. У меня сессия была. И потом до конца лета я уехала в Могилев к себе домой и приехала только осенью. То есть потом осенью опять пересеклись. То есть вы проверили свои чувства. Познакомиться, познакомились, но встречаться начали только через некоторое время. Вы проверили свои первые чувства, разлука еще. Да. А потом еще интереснее было. Начали встречаться осенью, и я уже подала документы на эту J1 визу, на программу. И весной я уехала на четыре месяца в Америку. То есть мы повстречались, наверное, месяцев пять. Я уехала в Америку, не успела уехать, он мне по интернету сделал предложение. Это очень трогательно, мне кажется. В общем, по интернету мы обсудили все детали свадьбы, и все такое. Приехали. Меня встретили из аэропорта мои родители, и он встретил. И мы родителям объявили, что мы женимся. Ну, у родителей шок был немножко, наверное. А чего шок? Ну как? Только вернулась из Америки, и уже все... Свадьба чуть ли не готова. Подождите, а у них не было шока, что вот девушке там 25 лет, и она все не замужем? Не, ну мне 21 было. А, 24, это вы уехали. Это мы уехали сюда, да. Ну хорошо. Не было шока, что 21, и все не замужем? Да нет, вроде еще рано. А они не говорили вам в 18, что замуж пора в 19? Нет. Такого не было. Такого не было. Ну да, да. Просто в нашем поколении как-то, я помню, девочки рано выходя, к моменту окончания института, ну скажем, к 22, практически все были замужем, за редчайшим исключением. Ну вот у меня был 21 год, то есть последний пятый курс был, когда поженились. Так подождите, так вы уже, вы сколько лет вместе-то? Вот сколько лет, 12, кажется, или 13, отожди. В 2003 январе. Вы уже в Америке 12. 12. 12 лет вместе. В Америке 11. То есть мы приехали, ну, вам почти, в общем, да. Вместе мы 13, но женаты 12. В общем, так. Ну что же, хорошо. У вас, знаете, очень часто в парах бывает, так вот на них смотришь, они как-то так на одной частоте, на одной вибрации, так они как-то вот так. Видно, что это не вот два отдельных человека, а они как-то там вот вместе. Это видно бывает хорошо. Особенно я это вижу, знаете, когда из Индии народ подходит. Обычно девочки, у нас в основном девчонки учатся, они по одной не ходят, они ходят с мужем. И вот с мужем они приходят, я на них смотрю, иногда просто от них так прет, вот этот вот. И я говорю, рассказывайте, говорю, как вы знакомились. И я знаю, что у них принято там по звездам, там специалисты их сводят, там все по звездам. А родители еще договариваются? Родители договариваются? Само собой, но частью вот этого процесса исследовательского является вот по звездам совпадение. И у меня пришли двое молодые такие ребята, ну я не знаю, 26-28 такие. Ну такая пара, ну просто от ас. И я им говорю, такие современные. И я им говорю, ребята, а как вы познакомились? Они говорят, по интернету. И я прям, индусы, по интернету. И я говорю, а как же по звездам? А после этого уже, конечно, нам по звездам нам подбили все бабки. То есть мы, конечно, мы только познакомились на интернете. Вот. Так что. Видите, а вы даже без звездочетов так? И родителей шокировали. Да. И потом подали заявление, поженились в январе месяц. Родители говорят, давай еще внуков. Да, у них сейчас, в этом году у меня у двух сестер родились дети. Сколько у вас сестер-то у вас сколько? У меня две младших сестры. Братьев нет, только вот вы. Три девочки? Да. О, класс какой. А вы дружные? Ну да. И они все здесь сейчас, только в разных штатах. У меня средняя в Техасе, младшая в Северной Каролине. Стой, 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 стой. Давайте эту линию отдельно. Что ж так? И так, знаете, как будто вот там кефир и стакан выпила. Давайте это, что самое главное-то. Ну, две младшие сестры. Вы их вытащили или как оно? Нет. Моя средняя сестра, они тоже Green Card выиграли, по-моему, шесть лет назад уже. Вот. И они приехали сюда. У него муж-программист, в общем, он нашел работу в Далласе, так что они там живут. Кстати, с этими неинтересно. Там муж-программист. Тетя выиграла, да? Да. Одна сестра выиграла, вторая сестра. Одна сестра. Одна сестра. Одна сестра. Да, мы выиграли один первый раз. Вернее, мы еще были неженаты, когда подавали. И потом поженились в январе. Выигрыш пришел там в мае, в июне. Тогда еще бумажное рассылали. Вот. И номер был очень большой. 27700. То есть мы… 27700. В общем, большой номер. Я знаю, я познакомилась с парнем через интернет, у которого номер был на 400 больше нашего, он не прошел. То есть мы подозревали, что нас может вообще не захватить. Поэтому на следующий год опять играли. И, ну, наш номер подошел в сентябре, в самый последний месяц. Но мы на следующий год опять выиграли. Только выиграла уже я. Но мы это не использовали. Вы должны вообще в лотереи какие-нибудь играть. Я чувствую, что у вас семейное это все. Нет, ничего. Каждые розыгрышки – ничего. То есть на деньги нам так не ведет. То есть это была, наверное, единственная лотерея. Значит так. Тетя выиграла в лотерею. Вы выиграли в лотерею. Младшая сестра средняя выиграла в лотерею. Моя подруга. То есть мы заполняли, ну, как бы на всю семью там. И в один год выиграла моя средняя сестра и моя подруга. В общем, моя подруга сейчас тоже здесь лучшая подруга. Младшая сестра где? Младшая приехала в гости сюда. Сколько это было? Два года назад или три. И познакомилась здесь с парнем из Минска. И у него оставалось пару месяцев до подачи на гражданство. То есть Любовь-Морковь ждали они, пока он получит гражданство. И потом уже женились весь этот процесс. То есть это где-то заняло чуть больше года. И вот она уже полтора года здесь. Далеко от вас? В Северной Каролине. Потому что он тоже программист и у него там работа. У него какая-то специфика там. Работа, в общем, есть почти. Как мне объяснили, насколько я поняла. По его специфике, в чем он специализируется, где-то только там работа есть. В основном. Вот. Так что они сейчас. Ну, там неплохо. Что ж там? В Северной Каролине. Она говорит, что жарко. Очень. Жарко, влажно. Но там дешевая недвижимость. Там можно... Программистам может как король. Там, понимаешь? Наименинах. Так. Подожди, значит. А средняя сестра как далеко живет? В Техасе, в Даусе. Да что ж вас так раскидало? Да вот раскидало. Мои родители возмущаются. Говорят, кучку бы собрать всех. А так вот курсируют. Вы можете на Новый год, знаете, на Крисмас всех. Папах, там, где снега. Больше туда поедете. У нас больше. У вас. И вы будете делать family reunion. Они сюда не очень хотят. Далеко говорят. Даже тетя с тетей в Филадельфии вообще. Слушайте, так нельзя. Вы так всю Америку... Вас не так много. Ну, а еще ожидается поступление родственников? А, родители с грин-карты уже, я понял. Ну да. Но родители-то хоть где? Сейчас вот на лето они в Беларусь уже. Я понял. А обычно грин-карты? Так как я подавала на соединение, тут постоянный адрес. Они с нами живут, по идее. Ну как, они живут месяцев 4-5, потом курсируют между сестрами, а потом на лето в Беларусь. Это неплохо. Я... Постоянно. А им сколько лет родителям? Они, по-моему, ваши ровесники. То есть они еще не пенсионного возраста. Ну, они уже на пенсии в Беларуси. Потому что время тут... А здесь нет еще. 58, да? Так они не работают. В Беларуси нет уже не работают. Да нет, но тут. А здесь, ну, они приезжают, и вот пока они здесь несколько месяцев, они в гостинице устроились, убирали комнаты. Потому что у них английского вообще никакого нет. А так, вроде, какая-то копеечка и фана много. Ну, пар-тайм, там, 4-5 часов. Их тут ценят. Хотят, чтобы возвращались назад каждый раз, когда они уезжают. Они же уезжают больше, чем на год. Потому что сначала к сестрам, потом в Беларусь. Каждый раз возвращаются и берут без вопросов. Где еще найдешь людей, чтобы они мыло не воровали там? Ну, да. В гостинице все время, как меня встретят, спрашивают, когда они уже вернутся. На следующий день после того, как они уехали, он уже мне звонил, спрашивал, ну что, когда они возвращаются. Понял. Ну, они жизнерадостные такие, веселые родители. Я знаю, вы так улыбаетесь. Такая. Сестры веселые. Мрачные кто-нибудь есть в семье? Мрачные? Не знаю. А, мрачные. Мы были мрачные, пока там были. Недовольные, говорит, все ему не то в Америке. Там. Ну, папа иногда мой начинает скучать по родине. Ему там деревню тянет. Особенно, когда здесь зимой. Они к нам почему-то все время приезжают зимой. Неправильное время. Надо летом. В деревню, там, что там, коза, парное молоко. Что там в деревне? Ну, траву покосить, там, по хозяйству пошуршать. А здесь... Купите ему косу, пусть же косят, чтобы его... Нет, так вот здесь зимой. Здесь зимой не покосишь. А, да купите лопату, пусть снег чистит. Лопата, да. У нас, опять же, не так много снега, как в Мичигане, допустим. У нас нету озер. И такой климат у нас... Да, у нас ветер все время дует. То есть, если снег даже и выпадает, он как-то сдувается. Сильные ветра здесь. Вот у нас за последнюю зиму было, наверное, только пару снегопадов, когда действительно нужно было лопаты и прошуршать. То есть, экономите на дворниках, я понял. Оно все сдувается здесь. Ну что ж, хорошо. Мне так уже прям понравилось. А у вас там растет что-нибудь такое? Клубника? Вот что-нибудь свое есть такое? Сельское хозяйство какое-то, местное? Ну, как-то не узнавали даже. Фармерс-маркет есть? Нет, фармерс-маркет есть, да. А что там продают? Огурцы, помидоры, арбузы, даже арбузы, кабачки, тыквы всякие к осени. Да, арбузы, знаете, такие длинные арбузы продаются? Да. Вот у нас здесь такие выращивают, у нас есть один район, они сделали, там есть искусственный водоем, и они сделали систему каналов. Да. Рыбу разводят. Да, получается, эти поля все время орошаются, вот, растительную систему, и там выращивают арбузы. Я удивился, но как-то раз... Я подумал, что они продолговатые формы, что это базы военные, такими стрелками удобно заряжать. Но ягоды тоже растят, потому что у нас тут винар не есть, вино делают из местных ягод. Да вы чего? Даже виноград растят, но не так много. И кустационные есть? Да. Да, есть. У нас даже где-то видео есть. По-моему, три или четыре разных даже. Слушайте, так, ну, ничего так. Нормально. Бесплавно. Можно наклюкаться. Слушайте, прямо зажгли. Думаешь, надо же такое дело-то. А к вам приезжают какие-нибудь подписчики в гости, или там мимо проезжая заезжают? Так сказать, на отшибе живем, поэтому мимо редко кто проезжает. Да, к нам сложно. У нас только региональный аэропорт, маленький, во все региональные аэропорты всегда дороже лететь. Большой, самый близкий большой аэропорт это Даллас. Денбер. Да. 7 часов. Да, 7-8 часов. Ничего себе. Или уже тогда на военном истребителе. Да. Так что мы как-то сами, если сами куда-то выбираемся, вот последнюю поездку мы заглянули на чай подписчикам и встретились с блогерами. Вы знаете, что тут был такой в советское время анекдот я вам скажу. Спрашивают там французы, вот если тебе надо, если ты в отпуск поедешь, а нет, на работу. Вот ты на чем поедешь? Он говорит, ну вот у меня там Peugeot маленький, я поеду. А если вот, допустим, там в отпусках, но у меня есть большой там вен всей семьей, значит там. Американцы спрашивают, ты на работу, на чем едешь? Он говорит, ну вот у меня там, не знаю, Ford, еду на работу. А если в отпуск, он говорит, ну в отпуск, у нас есть там большой трейлер, значит мы всей семьей, там к озеру, там говорит, ну хорошо. Там советского спрашивают, ты на работу, на чем поедешь? Он говорит, на работу, на трамвай поеду. Говорит, ну а если вот в отпуск? Он говорит, вот, ну на поезде. Говорит, ну если вот за границу, например. Он говорит, а что у меня за границу-то? Он говорит, не, ну подожди, ну вот бывает вот в отпуск, ну вот за границу. Как-то не поеду я за границу, что мне там делать за границу? Он говорит, ну послушай, ну вот бывает надо. Ну если надо, тогда на танки. Может я там переврал что-то по дороге. У нас городок он маленький и до ближайшего крупного города даже в нашем штате 5 часов езды через поля, как бы пустота, ничего нет. Поэтому он так вообще отделен от всего. Нету вот этого как-то метрополинарии, например, там вокруг больших городов. Один городок в другой переходит и не знаешь, где начинается, где заканчивается. Здесь такого нет. Сидит город. А ребенка в зоопарк что будете делать? А здесь есть у нас и аллигаторы, и рептайл гарден, то есть есть ферма, где козочек с коровками можно погладить. Для детей тут есть развлечение, пока она не жалуется. Даже медведей есть. Жирафа нет уже там? Жирафа нет. У нас есть большая bear country называется, то есть там есть всякие животные, которые живут на этой территории, не только, допустим, леопарды, тут их котами называют, лоси, олени. Но самая большая фишка вот этой bear country это где-то пару сотен медведей. То есть в этой территории их было очень много, но когда территорию стали заселять, медведи стали выходить, их стали потихоньку отлавливать, отстреливать, и до сих пор еще попадаются они кое-где, и их привозят туда. То есть это у них такая как бы... И там они свободно гуляют, ты ездишь на машине, едешь на машине, проезжаешь, и они мимо машины ходят. Самая высокая плотность медведей на квадратную милю в Соединенных Штатах это на Аляске. Там когда вот идешь там куда-то, тебя инструктируют, и там говорят, вот там пойдешь туда-то, значит, если увидишь медведь, переходит, ты его пропусти, потому что он как бы считает искренне, что это его территория. Поэтому он тебя не трогает, но ты его пропусти, потому что если будешь нахальничать, то он может как-то недовольство проявить какое-то. Тоже самое с бизонами, кстати, они у нас, извините, перебила. Бизоны у нас здесь тоже ходят так вдоль дорог, по дорогам. Вот если стоят... Бычки такие. Ну да, вот такие. Зубры. Как зубры. Ой. Слушайте, как хорошо. Они выходят на дорогу, соль полизали. Вот с машин, знаете, намерзает снег с солью и потом отваливаются такими комами. И вот они выходят на дорогу, стоят толпой и лижут эту соль. Это прямо про ваши места был такой анекдот, как вождь собирает племя индейское. И говорит, братья, у меня две новости для вас, плохая и хорошая. С какой начинать? Ему говорит, ну давай плохую. Он говорит, в племени до весны не осталось никакой еды, кроме бизоньего дерьма. Я говорю, давай хорошую. Он говорит, ну бизоньего дерьма столько, что... Это точно. То есть это у вас там... Да, у нас их тут и разводят, и дико они живут. Но дико это, как я говорил, едешь и они вдоль дороги ходят и смотрят на тебя. Но их не забивают там, да? Нет охоты на них. А здесь диких, что делают раз в году, устраивают раундап. И на интернете, я думаю, что можно посмотреть или в интернете можно посмотреть. Где-то в начале сентября, по-моему, я уже точно не помню даты. Вот осень идет и устраивает раундап. Что делается? Все территории, кажется, вот оно все такое открытое, поля, но на самом деле есть ограждения, через которые бизоны пройти не могут. И вот их держат вот в этой большой территории. Одни в парках живут, другие еще где-то живут. И их специально не разводят. Вот они сами там себе живут. Но вот раз в году их всех с этих больших территорий сгоняют через маленькую калиточку. И в этот день отделяются... Холодильничек, холодильничек у вас там что-то... Кто там ползает? Полезно. Это дети. Дети проголодались. Окей. Вот, их прогоняют через вот этот проем и отбирают, кого на мясо, кому делают уколы. И в это же время, не знаю, их там не клемят, но отмечают, считают, делают вот это все в один день. Все это под контролем как бы. Да, и потом вот это вот на траве выращенное мясо, этих бизонов, их куда-то отправляют и уже перерабатывают на мясо. Но также фермеры, у нас очень много фермеров здесь в округе, и некоторые из них разводят бизонов. Их еще и разводят? Да, их еще и специально разводят здесь. Но их разводят только на мясо. И, ну, естественно, бизонье мясо в два раза, наверное, дороже, чем... А продают бизонье мясо? Я вот никогда не видел. У нас в любом магазине продают мясо бизонье. Бургеры из бизоньевого мяса. Я думал, их забивают просто на консервы для животных, там, для котов, для собак. Это очень хорошее мясо, очень, как это, обезжиренное, очень такое красное вкусное мясо. И у нас здесь почти в каждом ресторане можно заказать гамбургеры из бизона. А я вот тут из кенгуру однажды что-то не впечатлило. Да, привыкнуть надо, наверное. Было два фута. Крокодила пробовали, тоже не впечатлило. Что-то среднее между курицей и не поймешь чем, и рыбой. Рептилия и лягушкой. Жесткая какая-то. Ну, их надо уметь готовить. Если кто-то не умеет готовить, то они будут как резина. Мы однажды купили мясо кита в Москве в магазине «Океан» много лет назад. Вот, значит, она меня любит экспериментировать. Вообще мясо стоило 2 рубля килограмм с костями. Если там без костей, там 3 рубля килограмм. А это стоило 60 копеек. И оно было чистой мякотью, без ничего. Вот такой шмат. Вот и мясо кита. И вроде мясо, жуешь как мясо, вкус рыбы. Интересно. И вот мы его и так, и так в молоке отмачивали, чтобы эту рыбу из него выгнать. Немножко уходит, но в общем так. Нет у вас там из Кита ничего? Из Кита не встречает. Ну, морепродукты как-то сложно здесь. Я пытался скумбрию найти, даже пытался заказать. Копченую? Нет, даже сырую, замороженную, чтобы ее засолить. Ну рыба озерная здесь. Чтобы ее засолить. Речная, да, речная озерная рыба здесь есть. По москве там взял. Потому что это шикарно. Шикарно. Все остальное. Андрей прошла только одна и на рыбалку ездит. Так у нас даже рыба на ужин была. Четыре штуки. Поймал-то прям-то. Судак. Я не знал, что это такое было. Это... Гуалай. 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 И мы с вами там ловили на червяка. Поймали окуня. И вот это гуалай. И потом наши подписчики подсказали, что это судак. Щука есть. Щука есть. И даже разновидности. Норсенпоруч... Но сплошные хищники. Ну да. Таранк есть? На хлебушек там? Ну я не знаю. Тут такое таранка обычно идет на жевца. Я таранку Ловил на хлебушек Такое здесь не ловит Ловит, чтобы было Срезать в филе Срезать в филе без головы У вас там все по-настоящему Не то, что поймал и отпустил Пусть дальше плавает Здесь нужно отпускать, тоже нормы есть Если она определенного размера То ее нужно отпускать, нельзя держать Тот же судак Если он между 14 и По-моему, 14 и 18 инчей То вот эту рыбу надо отпускать Если меньше 14, но больше 18 Тогда можно оставлять Вот мы ездили на рыбалку Мы наловили Меньше 14, но больше 18 И ли ту, и ли ту Да, и ли ту, и ли ту можно держать А вот этот промежуток Все с линейкой ходят И вот этот промежуток между 14 и 17 Это надо отпускать То есть он с деревянным молотком Бах ей по балде Она затихла Он ее померил Катерей говорит, некоторые на нее наступают И растягивают И растягивают Обычно все отпускают Вот мы поймали 4 или 5 таких рыбин Которые как раз были в этом промежутке Нам пришлось их отпустить А грибов нет у вас там? Грибы? Вот у меня такой план в этом году Сходить в лес за грибами Потому что есть территории Но надо еще почитать Чтобы не ошибиться Потому что с грибами знаете как В Белоруссии я очень любил У меня по крайней мере в семье Вся семья всегда это было Выезд грибы Это такое Каждый выходной где-то что-то И после Чернобыля тоже После Чернобыля как-то уже не так Гриб больше, наверное, стал Говорили, что белая радиация не набирает Лисички, лисички ничего не набирают Но там в Белоруссии я грибы знаю практически все Здесь, вот мы жили в Мичигане Я знаю, там народ даже собирал кто-то грибы Но там как-то в основном шампиньон Шампиньоны растут везде И с шампиньоном уже не ошибешься А здесь, говорят, тоже есть грибы И тоже их народ собирает Но просто надо найти компанию С кем пойти И просто-напросто в интернете даже посмотреть Какие грибы И у меня такой план есть Земляника в лесу растет Крыжовник тоже есть Малина дикая растет А мы собираем белые И вот когда начинаются дожди Это первая декада декабря Обычно у нас грибное время Вот мы идем И в это время белые Такая массовая Жах И тоже не ошибешься там с ним особо Я уже присмотрел пару осиновых и березовых рощиц Надо будет прошившать Хорошо Ладно, ребята К нам тут сейчас придут детишки и внучатки Вот, я, значит, с вами тогда буду прощаться У вас сейчас на 2 часа, да, больше нашего? У нас сейчас на 2 часа дня, да А, на час У вас сейчас на 3 часа дня Которые идут в фур Ну, отлично У нас суббота У нас тут такой день Хороший, семейный, правда? Вот, как-то без фуражки Там Без влезывания формы Вот, пойдем гулять, отдыхать Давайте мы тогда Тем, кто нас смотрит Передадим Я не знаю Можно сказать привет Мне говорят, что привет надо вначале говорить Ну, я даже не знаю Ну, в общем Самые, так сказать Наилучшие пожелания Чтобы все у них было хорошо Желаем всего хорошего Вот Пусть приходят Пусть смотрят Лайки ставят И пишут комментарии хорошие А если вот нет хорошего Пусть вообще ничего не пишут То хорошие Я вот себя, кстати, на фейсбуке разместила сегодня Ну, там на английском Но если на русском перевести В общем, поделилась Со своими друзьями на фейсбуке Там фраза такая Что Моя мама учила меня говорить Людям только хорошее А если ничего хорошего А, и почему-то А если ничего хорошего нет То лучше молчать И почему-то многие люди Вокруг меня удивляются Почему я такая молчаливая Да No comments Ну что же, хорошо Вы такая Я не знаю Вот Я на вас, когда смотрю на Олю Такая прям вся светится И вы на базе Тоже лучитесь Там ходите Да, на какая у вас Супруга Ну, когда Зависит от День от дня Отличается Муж-то привык уже Или тоже вот ценит Что улыбчивая такая Или она только на экране такая Конечно ценит Ну, у всех всегда есть У всех всегда есть Лимит То есть, конечно Бываем и у старшей И совсем не улыбчивая Но улыбаться надо Всегда и везде Ну До определённого До умеренного Чтобы ничего плохого У меня такое чувство Что это как-то с рождения Вот есть люди Которые с рождения Улыбчивые А есть такие Что родиться не успел И живут И так и вырастает То есть Как-то это вот Прямо заложено Ну, в какой-то степени Я думаю Что можно влиять Извне Да, ещё обстановка вокруг Тоже накладывает своё Да, конечно Я не помню Чтобы я улыбался там Так много Как я улыбаюсь здесь Хотя мне говорят Что я Всем не улыбчивый Как-то говорят Грай Меня так бывает На работе называют Но я просто задумчивый У меня есть История Которая меня очень впечатлила У меня была девушка Ну, женщина Училась Откуда-то она Я боюсь соврать Из Запорожья Из Днепропетровска Не помню И она поехала Навестить родственников Но вот И она говорит Что мы здесь Как-то оттаяли И мы такие Ходим, улыбаемся С придурочными Эти улыбками А там она шла Вот, так сказать По родине И на встречу Шел мужик И ей сказал Чо улыбись У нас лично Пример есть Вот Полина Дочка наша Когда ей был год Мы поехали в Беларусь Ну, здесь же Детям как Сюси-пуси Там и все улыбаются Так вот так вот Относят Она всем в ответ Улыбалась То есть Она такая Улыбалась Она почевая была Приехали в Беларусь На месяц За месяц Ребенок Разучился улыбаться То есть Вот там Она улыбается Кому-то На нее смотрит Вот так вот Или отвернутся И ребенок Год Что он понимает Ну, то есть И то Поняла И перестала улыбаться Уже как бы За месяц Это как грустная история Какая-то Да Думаю Вернулись назад Сюда Нормально стало То есть Я не знаю Но это может быть Просто культура такая Люди там считают Что если будешь Улыбаться От себя За дурачка Прибудет Или еще что-то То есть Как бы в обществе Нет такого Чтобы идти Улыбаться Там незнакомые Хороший тост У нас Родился Под завязку Значит Друзья Давайте Будем улыбаться Так Чтоб все думали Что у нас Не все дома Да 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 Песенька есть От улыбки Станет всем светлей Не зря Хороший Добрый детский мультик Ну и отлично Все На этой светлой На этой светлой ноте Мы с вами Тогда прощаемся Так Всем Машем Рукой До скорых Встречи Встречи Продолжение следует